САКСОН Получают последние указания от тренеров Думают, как сегодня играть Ну а я думаю, коротко зачитаю вам составы Итак, начнем традиционно с гостей Сегодня это футбольный клуб Локомотив Футболисты в красных футболках Итак, в воротах номер один Виталий Дынту Это опытнейший вратарь, ему 39 лет Акцентирую на это внимание Далее Номер три Игорь Истрати Номер пять Вячеслав Лука Номер шесть Дарин Паскару Номер семь Александр Граб Номер девять Иван Купцов Играющий президент команды Номер десять Юрий Черных Номер одиннадцать Григорий Демчук Номер тринадцать Дмитрий Шинкарюк Номер шестнадцать Сергей Орлов И номер семнадцать Владимир Тинарь Запасные локомотивы сегодня Номер тридцать Дмитрий Скакун Номер четыре Корнелиу Владюк Номер четырнадцать Денис Маковей Номер восемнадцать Николай Чемский Номер девятнадцать Николай Лаба И номер двадцать Александр Патраман Он же главный тренер команды Футбольный клуб Саксон Футболисты в традиционной Синих цветах и футболках И шортах Сегодня в воротах Номер двенадцать Дмитрий Раду Номер два Василий Цугутский Номер три Андрей Порфиряну Номер четыре Константин Калмыш И номер пять Георгий Мыца Номер семь Андрей Донич Номер восемь Михаил Робу Номер девять Сергей Истрати Номер одиннадцать Дмитрий Варнишел Номер тринадцать Максим Богатчик Номер семьдесят семь Игорь Марай Запасные саксы на сегодня Василий Буза номер один Алексей Прокопьев номер четырнадцать Виктор Арнаут номер пятнадцать Эдуард Томашков номер восемнадцать Иван Янчогло номер двадцать Алексей Жасан номер двадцать один И Виктор Иордаки номер двадцать четыре Главный тренер команды Иван Бурдунюк сегодняшнюю встречу будут обслуживать арбитр в поле октавян чипой город яловены ему помогают сергей бишлил и михаил михаил перчуляк прошу прощения оба арбитра из кишинева 4 арбитр юрий с меду город кагул и инспектор матча александр красанюк город кишинев команды выходят на поле дорогие друзья выходят под гимн федерации футбола республики молдова мы рады их приветствовать хотел бы ознакомить вас со статистикой выступлений локомотива и саксона сразу скажу что в очных выступлениях локомотива и саксона локомотив еще ни разу не одержал победы над чедерлунским клубом саксон же дважды праздновал победу и один раз сыграли с локомотивом в ничью начнем с со встречи которая проходила в первом круге этого года и так тогда сильнее были тогда нет тогда была ничья и единственным голом в ворота локомотива отметился дмитрий варнишел на 42 минуте реализовав пенальти а на 44 минуте юрий черных который сегодня также играет под 10 номером восстановил статус восстановил ничью ну что ждем свисток судьи боковые проверили сетки заняли свои места стартуем марарь сничок порфирян и так я договорю о истории противостояние саксона и локомотива я уже говорил о игре который была в первом круге этого года кроме этого еще дважды играли между собой локомотиве саксон смотрим атаку саксона 23 варнишел с мячом пас не получается по основу всего богачика кстати у которого вчера был день рождения с чем мы его и поздравляем так вот не получилось контратака у гостей здорово открывался иван купцов но защитники оказались просторопнее и перехватили этот мяч прошлом году сороки праздновали обе победы и в бельцах и в камраде в камраде саксон обыграл тогда еще действующего чемпиона дивизия локомотив бельцы со счетом 50 тогда забивали орлет нигара узун не релиза не реализовал пенальти гюзель негру и арнаут вот тогда еще и гюзель еще и не забил пенальти точнее нет не забил пенальти узун они засчитали гол еще один гол гюзеля вадима вот а что касается игры в бельцах тогда саксон был сильнее со счетом 32 причем концовочка получилась такая нервозная в атаке саксон робу робу удар в защитника мяч попадают и уходит на угловой есть хорошее начало в четверлунге так вот тогда забивали в прошлом году дублем отличился андрей тонтич и еще один гол провел вадим гюзель но составе локомотива тогда забил иван купцов который сегодня также на поле и капитан александр граб который также сегодня на поле он здорово тогда пробил со штрафного а с мячом саксон порфириану робу что там не игры там игрок саксона оказался в позиции вне игры ждем пока игрок полевой ведет мяч в игру наверное здоровичка вратаря в его 39 уже не позволяет вводить мяч в игру хотя вратарь безусловно хорош с мячом локомотив здорово чувствуют себя гости несмотря на скажем так давление трибун сегодня у нас прекрасная погода погода футбольная наконец-то не только в четверлунгу но и во всю молдову пришла долгожданная весна которая длилась 4 месяца сменила зиму которая длилась 4 месяца прошу прощения оговорился ну и теперь можно играть футбол вновь будет аут и вновь мяч в игру вводит локомотив граб вне игры до вне игры стоял игрок локомотива я полностью согласен с боковым мыца сугутский порфириану донич калмыш калмыш мыца что же саксон уверенно себя чувствует контролируя мяч и варнишел с мячом варнишел есть шанс у сергей истратит догнать от мяч догнал он но 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 мяч остается в игре порфириану порфириану забрал под себя пас на робу робу штрафную и страти штанга мораль опасно то как у ворот локомотива сейчас справляются справляются игроки локомотива с давлением выбивают и это иван купцов здесь что касается локомотива эта команда сейчас на пятом месте первый круг они провели просто замечательно были повержены многие соперники многие теряли очки в частности даже динамо авто команда которая на всех парах рвется высшую лигу в бельце сыграла с локомотивом со счетом 11 вот ну и немножко предсезонной подготовки о том что он удалось скажем так нарыть в наших нелегких условиях журналистики в молдове локомотив вместе с единцами из олимпия 2 принимали участие в турнире памяти основателя коллегии судей муниципе бельцы и онеску домного и онеску скажем так господина и онеску и в одном из матчей в бельском дерби олимпия 2 обыграла локомотив с отсчетом 32 и за локомотив тогда забивали граб и демчук напомню олимпий 2 уже нету так как она снялась чемпионата теперь дивизия только пять команд есть хорошая атака но гола нету граб здорово играет александр граб опытнейший александр граб поигравший и высшей лиги и в дивизия долгое время так вот и кроме этого локомотив провел еще одну игру ну может он провел больше но нашел я только еще одну игру команда из без проиграла футбольному клубу дава из сорок 32 аналогичный счет правда кто забил сожалению сообщается вот а в недавнюю паузу чемпионатах республики молдова и за игр сборных олимпия уже которая выступает высшей лиги с совместно с локомотивом провели товарищеский матч встреча закончилась победой олимпии богача с мячом досмотрим эту атаку максим богачик максим богачик вернулись игроки локомотива потащил виталий дынту здорово играет виталий дынту несмотря на свой возраст виталий дынту хорош закончу с игрой товарищеской между олимпии локомотивом так вот она завершила со счетом 32 в пользу олимпии вот что-то при сезонной подготовки локомотив часто играл со счетом 32 причем не в их пользу и тогда за локомотив забивали суета в штрафной цугунский выбивают защитники мяч тогда за локомотив забивали купцов и задорожный оба они сегодня нет только купцов сегодня на поле задорожного сегодня нет пробу и чем игроки локомотива купцов передал мяч на юрия черных так вот что еще можно сказать о локомотиве свои первые игры в возобновленном уже чемпионате молдовы в дивизия локомотив провел неплохо ну для сравнения локомотив обыграл свинтул георги со счетом 40 тогда забивали дубль купцов один мяч граб и один шинкарюк это последняя игра если сыграли в ничью с единцами также в бельцах тогда забил черных и проиграли тегине в бендера за локомотив тогда забивали димчук и задорожный в общем то неплохо начал сезон команда из бельц и сейчас она доказывает что не зря она на пятом месте в принципе держатся ребята очень хорошо граб граб обворовал его андрей донич еще один опытнейший игрок и в контратаке с аксом порфириан упас на сергей страти сильный пас страти догоняет мяч вратаря робу падает мяч возле михаила робу но он его забирает сугутский 10 минут прошло с начала матча счет по-прежнему 00 успокоились немножко и трибуны и команды и трати здорово обыграл и страти защитников пас на ход максиму богатчику но пасу максима не получился здорово красиво умеют магют не игры футболист локомотива то был юрий черных калмыш нет там был штрафной там даже не вне игры прошу прощения оговорился сугутский пробу нашел донича центральном круге на это сугутский порфириану порфириану робу на ход обратно к здорово вернул михаил робу сергей страти это должен быть гол удар выше ворот здорово открыто сергей страти вновь получил этот мяч вроде бы и не ждал да а получил и хорошо пробил но можно было даже лучше можно было уже открывать счет ему никто не мешал здорово и страде в прошлом матче и страти не удалось уйти с забитым голом с поля тогда он отличился лишь голевой передачей тогда хит-трик был на счету варнишела но сегодня перед началом игры сергей страти обещал забить ну как обещал сказал что постарается ухты прямая нога я считаю что этот обезот заслуживает желтой карточки до желтая карточка показана дмитрию и шинкарюк на двенадцатой минуте донич у мяча будет капитан саксона выбивать мяч разыграл с ближним донич мытся мытся не догонит красотин калмы штат мяч ну защитник локомотива в этом случае мог подставить корпус и выбить мяч от ворот но он предпочел выбить его валу ну что ж это его право богатчик донич напомним прошлый матч богатчик пропускал из-за небольшого повреждения из-за небольшого повреждения а сейчас он снова в строю угловой у ворот локомотива подача вынос здорово локомотив защищается без суеты без нервов все получается пока у команды гостей но хозяева зажимают будет а вот будет а вот только теперь в пользу локомотива кто был штрафной я опять оговорился мыться богатчик подождал пока мяч сам к нему пришел и страти и страти здорово играть и страти какой пас 5 на мараря но у мараря получится слишком сильный пас на дмитрия варнишелла и дынту на перехвате забирает этот мяч здорово играет сергей страти вообще очень опытный классный игрок порфириану порфириану донич донич возле него паскару мыться калныш богачи будет аут да калныш будет сбрасывать аут донич донич цугутский мыться мыться донич ой это не донич это калныш прошу прощения задумался и страти теперь донич цугутский контролирует мяч футболисты хозяев почти все пересекли центральную линию разве что два центральных защитника остались на своей половине у центрального круга и страти с мячом навес дынту тут как тут вы нас виталия дынту локомотив пытается контратаковать Иван Купцов оказывается во вне игры в позиции вне игры кстати скажу несколько слов об Иване Купцове этот игрок забил в этом чемпионате уже 9 мячей неплохой результат опытный игрок ему 34 года а у нас есть нарушение правил и желтая карточка футболисту локомотива в прошлой игре между локомотивом и Саксоном так был забит первый гол правда нарушение тогда было в штрафной и назначен был пенальти Сугутск Сугутск может пробить но предпочитает отдать пас ну зачем бить с такого расстояния Калмыш пароль удар вновь дынту забирает этот мяч так вот Купцов забил уже 9 мячей еще один есть хороший результат в команде маньяков забил 7 мячей правда этого игрока сейчас нету не то чтобы в основе а даже в заявке на матч он отсутствует ну я посмотрел по статистике он был только в игре с Тегиной и был заменен на 58 минуте на Дарина Паскару который сегодня в основе так вот вообще локомотив очень опытная команда довольно много возрастных игроков играет в локомотиве ну из самых таких скажем возрастных вот вратарю Виталию Дынту 39 лет нападающему Ивану Купцову 34 года здорово ошибается конечно здесь игрок локомотива и пошла контратака Игорь Мораль с мячом пас парнишел во вратаря мяч попадает так вот Игорю Истрати 34 года Александру Граб 35 лет ну и сегодня еще один игрок не в заявке фамилия его Ясногор ему 36 ну и кроме них конечно есть и молодые есть 17 летние ребята это Вячеслав Лука Николай Лаба есть тот же Маньяков которого опять же сегодня нету ему 21 год ну а так остальные по 26 27 28 то есть команда очень опытная средний возраст довольно таки высокий но именно этим составом они выигрывали дивизию А год назад то есть два года назад в позапрошлом сезоне в прошлом году шериф два был чемпионы дивизия Варнишел Истрати богачик Истрати уже как только не подели в эту штрафную игроки Саксона уже сколько моментов потратили они впустую я вам скажу тут счет мог бы уже быть 5-0 как минимум здорово играет Саксон ну очень здорово красиво опасно однако забить все таки никак не получается Порфирян 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 пробу пробу богачик богачик угловой смотрим за угловым вели сороки мяч игру можно забивать удар мимо рот мимо ворот летит мяч как говорил таких случаях василий уткин мимо денег наверное виталий дынту будет убивать донич и точная передача донича головой и мяч у локомотива мыса пробу пробу сугутский нет не догнал мяч сергей эстрать я уже хотел называть его фамилию но здорово здесь подстраховал своих коллег владимир кептенарь калмыш зачем давать такие передачи вратарю так когда его прессингуют богачик богачик здорово разбежался максим богачик можно давать пас он дал пас но защитники страхуют шинкарюк дмитрий здорово подстраховал и отодал мячу сергей и страти а тем временем контратака гостей контратака гостей которые в принципе ничем не заканчивается варнишел гонишь сзади игрок то был юрий черных но не получилось у него отобрать мяч граб пробу саксом полностью контролирует игру полностью к сожалению в процентном отношении соотношение сейчас не могу сказать и страти все сколько моментов тебе нужно сергей эстрать и вот он сам недоволен собой начав сезон так отлично сергей страть уже вторую игру не был не может забить донич подсказывает тренер локомотива своим ребятам как нужно правильно сыграть в той или иной ситуации и с мячом владимир кептина не получилось передача на своего одноклубника и с мячом вновь саксом и это игорь марай и у игоря не получилось передача здорово играет локомотив есть корон контратака паскару купцов здорово 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 сыграл вам купцов отлично неплохо сыграл раду в этом эпизоде интересно александр граб будет подавать угловой ну плохая передача скажем так александр может намного лучше не получилось передача на сергея эстрати видно ветром унесу наверно александр граб граб удар дал вратарю выбить не получается пока у александра граба сыграть на максимуме своих возможностей бельские любители футбола хорошо знакомы с его талантом он может просто пока не получается сукутский здорово проводил мяч за обровку и скинула мыться калмыш не получается пока ни у одной команды создать еще какой-либо момент либо гол забить подуспокоились хозяева вышли со своей половиной гости о какая ошибка обороны хозяев и в атаке локомотив паскару волк дарин паскару забивает гол на двадцать шестой минуте получи распишись называется не забиваешь ты забивают тебе ну что что придумает саксон либо локомотив продолжит локомотив может упасть в оборону и оттуда совсем не выходить он это умеет поэтому теперь футболистам саксона нужно будет два раза больше усилий чтобы забить сугутский порфириану пошли ошибки какие-то в передачах сильно был послан мяч андрей порфириану рову а тем временем вот вы не видите а здесь александр граб переодевает переобувается за линией удар не получилось отыграться в этом моменте ну скажем так если бы использовали бы все моменты которые были у саксона вот первой половине то локомотив бы уже не поднял голову но если бы футболе нету поэтому нужно эти моменты использовать а локомотив сыграл здорово был один момент одна контратака футболисты использовали этот момент счет на табло порфириану ошибки в передаче сдох ну нет нет и сыграно было в мяч александр граб очень театрально упал ну чтож может был может больно я не знаю мне показалось что было сыграно в мяч что же интересно что придумываются роки для того чтобы отыграться отыгрываться нужно нужно придумывать что ты новое что-то интересное на разминку пошли тамашков и прокопьев у саксона видимо призадумались что же делать просто забивать свои моменты нужно забивать и все больше тогда проблем не будет кстати что касается арбитра в матче в бельцах судил тот же арбита что судит сегодня октавиан чипой вот так вот бывает волей судьбы мыца здорово страхуют своих одноклубников защитник локомотива донич сугутский сугутский донич калмыш игра немножко потеряла в зрели в зрелищности локомотив защищается а саксон делает непонятно что принципе нужно атаковать но пока ничего не получается даже можно сказать что в атаке локомотив порфириану марай и страти и страти можно догонять в аут выбил мяч кептенарь да нет там мяч нашел партнера по команде робу 1 на мяче есть есть нарушение толчок спину игровой эпизод можно вставать и играть дальше порфириан порфириану здорово прорывается по левому флангу али андрей порфириану еще одно нарушение пошли нарушение у локомотива ну карточки уже есть уже две карточки есть на счету игроков локомотива поэтому я бы не советовал нарушать правила пробу будет выполняется штрафной навес врата вратарь фиксируется мяч купцов здорово мы справился здесь с нападающим локомотива вне игры сергей страти полчаса прошло с начала матча счет 1-0 в пользу локомотива на 26 минуте дарин паскару номер 6 он вот сейчас с мячом открылся от иначе лука эстрати не сергей страти игорь эстрати здорово как идет игрок локомотива правда я не вижу кто именно это а это сергей орлов неплохо он прошел удар игорь эстрати бил поворотом ну как бил ударил по мячику будет вынос опять нарушение я играл локтем но не нужно скандали 3 мораль ах не получилось это передача мыться цыпутский пришел принял мяч на грудь можно давать богатчику отдал богатчику и гол игорь мораль 1 1 35 минута недолго ликовали гости дальше пойдет повеселей не засчитали этот гол боковой считает что там было вне игры продолжаем игру гола не было 1-0 пользу локомотива фарнишел фарнишел мараль калмыш здорово на опережение сыграл константин калмыш не оставив ни одного шанса сопернику порфириану недовольны болельщики отмененным голом но как же они на то и болельщики чтобы поддерживать свою команду граб граб и донич два опытнейших игрока две семерки будет желтая поговорить хотел судья орлов у мяча ух ты мы вышли из бухты от ворот что случилось что-то по идее вообще арбитры должны следить за тем чтобы матч проходил по правилам но не напрягать обстановку сейчас происходит именно второе пошли нарушения это желтая карточка да это желтая карточка ну конечно без вопросов владимир кептенарь получают желтую судья потихонечку теряет нити игры потихонечку игроки выходят из-под контроля богатчик денту справляется с опасностью будет угловой максим богатчик у мяча богатчик подача ух ты как засандалил по мячу но не туда и контратака иван купцов против георгия мыца ну и вратаря конечно его никогда не стоит забывать здорово сыграл мыца отдал пас рамону рамон отдал обратно рап напряженная игра локомотив с мячом порфириану здорово сыграл на перехвате андрей порфириану еще раз перехватывает пас на купцовое теперь это был робу не доходит мяч до ивана купцова до главного бомбардира локомотива ну что ж борется борется футболисты локомотивы все как обещал купцов пробую пас на богатчика что придумывает максим пас на эстрати эстрати гол гол Андрей порфириану 1-1 здорово какая атака дорогие друзья все приняли участие в этой атаке богатчика дал пас эстрати эстрати отдал пас варнишелу варнишел пяткой бил поворотом мяч отлетел к андрею порфириану и гол 1-1 поздравляю болельщики саксона тридцать девятая минута андрей порфириану забивает свой первый мяч за футбольный клуб саксон ну теперь то тут отменять нечего тут все по правилам играем дальше можно вздохнуть болельщикам сорок болельщикам локомотива Музыка из баллона Музыка из баллона Орлов у мяча Музыка подача тут порфириану Марарь Марарь Робу забегали футболисты сорок варнишел здорово сыграл варнишел отличный пас на Донича Доничи дальше на богатчика Максим здесь подача бенту завелись трибуны требует пенальти но не было там пенальти нужно играть по правилам богачик и страти бей страти сходу бей обворовали сергея и страти он считает что здесь что-то неправильно нужно забивать что неправильно сугутский порфириану пробу вновь порфириану здорово играет андрей порфириану завораживает глаз прям высшая лига просто так капитаном команды высшей лиги не становится здорово играют локомотив контратаки иван купцов против него мыца ну не получается у купцова обыграть георгия мыца мыца отбирает мяч у купцова богачи марарь марарь богатчик не игры был богатчик считает арбитр боковой полевой будет вводить мяч в игру в атаке локомотив здорово здорово играет футболист локомотива как здорово никто не прикрыл удар никто не прикрыл футболиста локомотива здорово огрызаются гости ну как я уже говорил играющий президент футбольного клуба локомотив иван купцов обещал серьезный настрой серьезный подход к делу в матче с 4 лунской командой уважительно отнесясь к сопернику ну что и демонстрирует локомотив локомотив действительно играет неплохо донич калмыш мыца сугутский богатчик богатчик оказался слева в защите хотя он сам играет право в полу защите эстрати эстрати пас на варнишел его никто не прикрыл дмитрий варнишел замешка со дмитрий варнишел штанга вот это матч я вам скажу ну может быть по транжированию моментов этот матч должен быть первым не то чтобы дивизия или национальная дивизия во всем европейском уикенде столько моментов наверное не имела ни одна команда варнишел варнишел здорово играет подкате дмитрий шинкарюк но мяч снова усаров мой варнишел гонич гонич подача на кого подача не понял варнишел что подача на него сопроводил мяч взглядом и подобных и начал за ним бежать шли на мяч сразу донич и порфиряну а в итоге он достался паскару дарину паскар будет карточка желтая карточка игорю марарю вновь нужно его мяч вести в игру это потребует арбитр основное время матча подошло к концу и одну минуту добавил четвертый арбитр юрий смету здорово играет локомотив но вне игры оказался иван купцов мальчик калмыж это будет пас сергей истратик мораль истратик порфириану и страти вновь порфириану здорово играет в пас футболиста саксона и александр граб прерывает эту изящную атаку а актовян чипой считает что мяч ушел не от александра граба а от андрея порфириан ну чтож после первого тайма счет 11 на 26 минуте счет открыл дарин паскару она 39 порфириану сравнял счет нам нужно отдохнуть как и командам далеко не уходите через 15 минут он продолжим нашу трансляцию а мы продолжаем транслировать матч из четверлунге сегодня в рамках 19 тура играют саксон и локомотив после первого тайма счет 11 у нас ничья и команда выходит на поле микрофона на улице вообще не слышно нету локомотив готовится ввести мяч в игру пошла игра вернемся к составам футбольный клуб локомотив номер 1 виталий дынту номер 3 гори страте номер 5 вячеслав лука номер 6 дарин паскару номер 7 александр граб номер 9 иван купцов номер 10 юрий черных номер григорий номер 11 григорий демчук прошу прощения номер 13 дмитрий шинкарюк номер 16 сергей орлов и номер 17 владимир кептенарь футбольный клуб саксон номер 12 дмитрий раду номер 2 василий цугутский номер 3 андрей порфириану номер 4 константин калмыш номер 5 георгий мыца номер 7 андрей донич номер 8 михаил робу номер 9 сергей страте номер 11 дмитрий варнишел номер 13 максим богатчики номер 77 игорь марарь главный тренер команды иван бурдунюк и ваш сегодняшний комментатор в начале игры я забыл представиться николай кодын и запасных кстати сразу зачитаю у локомотива это номер 30 дмитрий скакун номер 4 корнелю владюк в атаке саксон досмотрим атаку богачик богачик здорово по флангу проходит калмыш подача и страте можно замыкать нет не получилось вратарь в принципе выходил и можно было забивать в этом моменте если правильно подставить нужную часть тела так вот составы далее локомотив номер 14 денис маковей номер 18 николай чем ский день номер 19 николай лобой номер 20 александр патроман и и запасные саксона номер один василий буза стоп желтая карточка игроку локомотива номер 14 алексей прокопьев номер 15 виктор арнаут номер 18 эдуард томашков номер 20 иван янчоула номер 21 алексей жасан номер 24 виктор и ордаки команды продолжают играть напомню счет у нас уже 11 после первого тайма первыми открыли счет гости дарин паскару на 26 минуте переиграл вратаря сорок а саксон ответил нам 39 андрей порферянут против после классной атаки хорошей комбинации саксона отправил мяч уже в пустые ворота тогда напомню поучаствовала в атаке очень много человек в частности максим богачик дмитрий варнишел сергей эстрати и замыкал пас пяткой варнишела андрея порферянут в первом тайме саксон забил еще один гол правда его не засчитали то был игорь мораль судья зафиксировал в этом моменте вне игры сошел мяч с ноги и улетел в аут калмыж варнишел варнишел подача и страти варнишел сохранил мяч дмитрий варнишел сергей страти сергей страти с мячом и страти ухты ухты что творится сейчас в штрафной гостей дорогие друзья какой-то 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 чучело там наверно обе оберегает вол нет гола какой момент потеряли сороки я не знаю что оберегает сегодня вратаря гостей но мяч упорно не лезет в сетку при таком количестве у моментов мне кажется вратарь должен быть рад что пропустил только один из из всех остальных донич еще один угловой денту выбил мяч на голову богатчик будет вводить мяч в игру парферяну не хорошая подача парферяну калмыж какой удар но выше ворот выше и немножко в сторону как опять же говорил в таких ситуациях василий уткин мяч пролетает считанных километрах от ворот богатчик отдав мяч игроку локомотива но тот вернул зачем он давай отдам обратно пошла игра марарь марарь ошибается передачи но мяч остается у саксона вардишел здорово донич с истрати не смогли разобраться и мяч остается у локомотива парферяну пробу и страти здорово сыграл сергей страти как здорово и можно что-то у них ну не так же не так же сергей и страти как он остался с мячом как здорово обыграл защитника локомотива и при этом не смог сожалению дальше даже ударить поворотом мыться богатчик максим богатчик сейчас на позиции защитника робу фондонич прошу прощения сугутский открывается михаил робу он получил мяч правда уже намного позже его уже успели прикрыть и страти и страти здорово контролирует мяч в принципе у него отобрать этот мяч очень сложно а там был штрафной нет считает арбитр штрафного не было и будет вратарь вводить мяч в игру отворот могучим ударом отворот вратарь доставляет этот круглый предмет своим партнером по команде купцов здесь здорово играет мыться против ивана купцова и мяч и уходит на угловой у ты выбивает вот так на выносе это нарушение в принципе нет считает судья в принципе мячу остался у сорок но это не меняет фото действий игрок локомотива просто сел на сергея и стратим если это считается приемлемым тогда продолжаем играть дальше калмыш ну не туда подачи калмыш здорово играет в подкате но мяч все равно доходит до юрия черных черных вовне игры оказался немчук марать и страте и страте здорово было бы вы нас прям на ногу максиму богатчику но он под себя заберет конечно он это умеет здорово пас в никуда калмыш только не бей сразу порфириану и страте порфириану и страте здорово играет порфириану вместе с истрате порфириану вновь штрафной и мяч уходит на угловой здорово играет сегодня андрей порфириану он один из лучших сегодня на поле и в защитной линии успевает и даже иголы забивает но еще и в штрафной участвует в атаке своей команды робу отбивается локомотив удар не получился удар у андрея порфириану мяч прошел мимо ноги варнишел варнишел здорово играть варнишел он всех обыграл удар что еще нужно что еще нужно дмитрий варнишел обыграл пол команды и попал в штангу к сожалению так бывает подтянулись гармонисты сейчас будет музыка наверное фиксирует нарушение боковой арбитр мяч будет у саксона да нарушение мораль сгутский и донич андрей донич богатчик богатчик донич а у саксона готовится первая замена эдуард томашков выйдет на поле сейчас увидим вместо кого в принципе поменять он может многих ну посмотрим мыться здорово сергей страте вратарь сыграл выше всяческих похвал вовремя от выбежал и забрал этот мяч неплохо играет были с локомотива в частности это был сейчас григорий димчук эстрати эстрати ну не нужно останавливаться играть понимаю что тебя трогали и так будет замена будет замена смотрим на 4 арбитра кто выйдет максим богатчик нет да максим богатчик уходит с поля на 55 минуте встреч еще раз напомню вчера максим праздновал день рождения с чем мы его и поздравляем сегодня он поучаствовал в хорошей голевой атаке саксона в принципе он ее и начал ну теперь пришел пришел черед эдуарда томашкова варнишел нет это там томашков уже так здорово сыграл пяткой правда мяч не дошел до мараря варнишел вот он варнишел штрафной штрафной карточка будет не будет карточки но в принципе там и не тянуло а Сергей Истрати может пробить. Может пробить и Михаил Робу. Оба могут пробить. А кто будет бить, вот сейчас мы это увидим. Истрати, удар! Чудом мяч не заходит в эти ворота. Заколдованные ворота Виталия Денту. Можно фильм снимать. Купцов. Вроде все. Мяч вроде в воротах, но нет, не в воротах. Купцов. Купцов. Не получается у него обыграть Андрея Донича. Но локомотив остается с мячом. И мяч на половине поля хозяев. Поэтому опасно. Было. Донич. Рарь. Калмыш. Варнишел. Черных. Повелся, скажем так. Здорово истрати. Как он мастерски обыграл Сергея Орлова. Я просто не перестаю удивляться этому игроку. Это отличный игрок. Просто у него сегодня не идет. Играет он очень хорошо. Черных. Граб. Лука. Локомотив. Ну да, было там касание. Дальше игрок что-то споткнулся об травку и упал. Ну, тяжелый матч для обеих команд. Сегодня хороши и хозяева, и гости. Кто-то чуть-чуть лучше. Это решать вам. В зависимости от клубных предпочтений. Навес. Будет угловой. Или не будет углового? Нет, нет, нет. Не будет углового. Вратарь ведет мяч в игру. Марарь. Порфиряну. 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 Трофной. Сугудский. Мыца. Мыца. Порфиряну. Здорово. Отыграл Робу обратно на Порфиряну. В стеночку очень часто играет именно Андрей Порфиряну. Он отдает, ему возвращают. Либо наоборот. Здорово. Марарь. Робу там. Нет там Андрей Порфиряну. Локомотив выбил мяч в аут. Погодка немножко ухудшилась. Пропало солнышко, но не холодно. Как раз такая футбольная погодка. Болельщиков не пугает отсутствие солнца. Сегодня их очень много по сравнению с остальными тремя матчами. Поэтому поддержка есть. Сугудский. Нет. Мяч будет вводить в игру Андрей Порфиряну. Порфиряну. Подача. Не получается у Истратья переиграть вратаря. Калмыш. Подача. Марарь. Здорово. Здорово на Варнишелла. Варнишел. Пас. Выбивает игрок Локомотива мяч. Отдай, отдай как следует. Да, Дима, отдай как следует. Я согласен с тренером команды. Хозяев. Можно было сыграть чуть-чуть лучше в этом эпизоде. Правда, и так неплохо получилось. Томашков. Калмыш. Подача. Робу. Под удар цегузговый. Это 2-1. Василий Цугутский. Радует за ребята голову. Прибежал сюда вратарь. 2-1. Василий Цугутский. Здорово сыграл Василий Цугутский. Как он этот мяч направил. Прямо тютелька в тютельку. В дальнюю штангу. В дальнюю штангу ни один вратарь мира не вытащил бы этот мяч. Мяч даже чиркнул об стойку ворот. 2-1. 2-1. Я сказал 2. Я честно беру это за стойку. 53-я минута матча. Василий Цугутский. Сегодня за Саксон забивают исключительно защитники. И Андрей Порфириану. И Василий Цугутский. Калмыш. Томашков. Калмыш. Мыться. Порфириану гонят болельщики свою команду вперед. Есть возможности. Нужно отличаться из трати. Не попадает. Томашков мог открыть счет своим голом за Саксон. Но ударил выше ворот. В принципе он даже не ожидал, что мяч до него дойдет. В последний момент подставил ногу. Ну а там дальше не получилось. Орлов будет скидывать мяч в игру. Граб. Было нарушение со стороны Игоря Мораря. Орлов. Ходит в штрафной. Ждем пока Сергей Орлов ведет мяч в игру. И он его ввел. И там защитники справляются с нависшей угрозой. Вернулся Сергей Эстрати. Здорово вернулся. Томашков. Томашков. Неточная передача Эдуарда Томашкова. Но он свою ошибку исправляет. Догнал. Забрал мяч. Отдал вновь еще одну передачу. Порфириану. Порфириану. Сам пошел Андрей Порфириану. Сам. Морарь. Варнишел это три. Это не три. Не догнал Варнишел мяч и вратарь выбил. Даже пошла уже какая-то вальяжность в действиях Сорок. Играют они так, как будто за плечами 10 мячей. Ну, за плечами 10 моментов. Но не 10 забитых голов. Поэтому нужно об этом помнить. Варнишел. Не догнал мяч. Дмитрий Варнишел. Демчук. Не получается передача на Купцова. Порфириану. Мыться. Порфириану. Донич. Морарь. Здорово играет Сороки в пас. Ставят в тупик. Локомотив. В принципе, у Локомотива ничего пока не получается. Во второй половине встречи. В первой половине встречи команда выглядела интереснее. Ну, защищаются они защищаются. И защищаются неплохо. Ну, вот в атаке у Локомотива во второй половине что-то не клеится. Ну, в принципе, соперник не позволяет. Орлов. 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 Демчук. Граб. Пошла атака у Локомотива. Прервалась атака у Локомотива. Робу. Вот есть Игорь Морарь. Да, последовал пас на Мораря. Решил. Нет. Первым на мяче был Шинкарюк. Граб. Парнишел. Классная передача на Томашкова. Томашков. Сергей Эстрати. Вне игры был Сергей Эстрати, да? Было видно. Сергей Эстрати был вне игры. Демчук. В атаке Локомотив. Навес. Томашков. Парфиряно. Варнишел. Парфиряно. Робу. Свободен Андрей Донич на правом фланге. Его, в принципе, никто не держит. Но будет штрафной. Сугуцкий. Мыца. Там Михаил Робу. Робу. Вне игры. Следующий свой матч сороки проведут против Кирсовского «Маяка». 13 апреля в субботу на стадионе города Чедверлунга. Матч начнется в 3 часа. 15.00. Варнишел не догоняет ни Томашков, ни истрать этот мяч. Ругаются, ругаются игроки Локомотива, но это не путь к успеху. Нельзя даже в самых стрессовых ситуациях начинать ругаться. Калмыш. Мыца. Робу. Порфириану. Донич. Варнишел, прошу прощения. Донич. Навес на Эдуарда Томашкова. Томашков далеко отпустил от себя мяч. Орлов. Мыца. Робу. Робу. Пас на Томашкова. Эдуард Томашков с мячом. Подача обратно на Робу. Удар. Удар. Здорово-то как сыграл Робу. Получил мяч, обработал, пробил сильно в верхний угол ворот, но Денту парировал угрозу. Сегодня много моментов у ворот Локомотива, когда спасает штанга, это было, может, раз пять, я не считал, когда вратарь, вот как сейчас опять. Ну, когда просто, не знаю, мяч каким-то мистическим образом, вообще крутится туда-обратно возле ворота, а забиться туда не получается. Гестрати. Гестрати. Помешал ворнишел и защитник грудью подстраховал вратаря, который еще не встал после прошлого момента. Робу. Ну, команда хозяев играет исключительно в штрафной гостей. Морарь. Под себя забрал Морарь. Игорь Морарь. Ох ты, воротаря. Вам сейчас здесь не видно, да? А я прекрасно вижу, болельщики уже беснуются здесь. На трибунах, ну, извини меня, предсто... Ох ты, штанг, агон! Андрей Порфирянов! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, мы снова в эфире. К сожалению, возникли некоторые неполадки в трансляции. Но мы снова с вами за то время, что у нас не было, была замена. Вместо Димы Варнишелла вышел Алексей Жасан, номер 21. Мы продолжаем. Счет 3-1, я напомню, несколько минут назад Андрей Порфирянов забил второй мяч в ворота, свой второй мяч. И третий в игре в ворота Локомотива. Смечем Локомотив. И будет замена у бельской команды. Жасан, Жасан ушел на фланг, почему-то Алексей Жасан, хотя нужно было поскорее думать, что делать. Замена. Денис Маковей выйдет вместо Дмитрия Шинкарюк. Дмитрий Шинкарюк. Дмитрий Шинкарюк уходит с поля. Мы продолжаем. Робу. Я вообще не могу понять, слышно ли меня вообще. Донич. Пасна Томашкова. Томашков. Удар. Передача. Итак, мы в эфире. Теперь уже полноценно в эфире со звуком и с картинкой. Приносим свои извинения за небольшие неудобства, но бывает, к сожалению. Я напомню, что счет 3-1. Андрей Порфириану забил свой второй мяч сегодня. Ну а... Ну и еще замена была. Жасан вышел вместо Варнишела. 3-1. Рамон будет вводить мяч в игру. Мыться. Калмыш. Донич. Томашков. Донич. В падении уже полулежа давал этот пас Черных, но не дошел мяч. До партнера по команде. С мячом Сергей Орло. Шинкарюк. Нет, это был Демчук. Прошу прощения, Шинкарюк ушел с поля. Его заменил Денис Маковей. Вот он, кстати, сейчас с мячом. Продолжает Локомотив катать мяч на своей половине поля. Смотри, как, смотри, как слышно. Мяча Орло. Мяча Орло. Александр Граб вообще известен своим умением пробивать штрафные, но в этот раз не получилось. Итак, третий раз повторяем мы в эфире. Надеюсь, что теперь уже без перебоев. Все это время я думал, что вы меня слышите и видите футбол. Но, к сожалению, были некие перебои. Теперь же порядок полный. Мы продолжаем. Для тех, кто не видел, не слышал, говорю, что 3-1. Саксон впереди. Порфирианус сделал дубль. Были замены. Жасан на поле вместо Варнишелла. Варнишелла можно не искать. Его уже нету на поле. Ну и, в принципе, все. И из такого интересного. Истрати. Истрати выходит. Томашков, 4-1. 4-1. Болельщики без ума от счастья. Их команда побеждает 4-1. Эдуард Томашков забивает свой первый дебютный мяч за Саксон. Здорово играют сегодня Сороки. Нету шансов у Локомотива во второй половине встречи. Нету просто ни одного. На 83-й минуте матча Эдуард Томашков, вышедший на замену вместо Максима Богачика, доводит счет до неприличного. А тем временем Дарин Паскару, забивший единственный мяч сегодня за Локомотив, выходит на поле. То есть уходит с поля. Вместо него Николай Чемский заходит на это самое поле. И Виктор Арнаут выйдет на поле после уже того, как команда ведет мяч в игру. И после того, как игра сама продолжится. Арнаут выйдет на поле. Сейчас посмотрим, кого он поменяет. Если чисто позиционно думать, то, скорее всего, уйдет Сергей Истрати. Ну, возможно, какие-то перестановки. Посмотрим. Сергей Истрати сегодня не смог отличиться голым, хотя еще есть время. Андрей Донич уходит с поля. Вот так. Есть перестановочка. Скорее всего, как мне кажется, Марарь и Жасан сядут назад. А спереди будут Истрати и Арнаут. Ну, посмотрим, как будет. Арнаут на поле. Ну, да, Марарь сел назад. А возле него Алексей Жасан. Или просто Алик, как его еще называют. Что-то не нравится судье. Как-то неправильно вводят игроки мяч в игру. Ну, Орлов. Футболист такой, звучник княжеской фамилии. Но футболист. Не князь. И даже не граф. Орлов. Подача на Ивана Купцова. Ну, там защитник. Первый на мяче, то был Василий Цугутский. Тип-тенарь. Орлов. Алик. Арнаут. В груди принимает мяч. Пас на Жасана. Жасан. Жасан забрал под себя. Ищет, кому можно отдать пас. Это нарушение. Это нарушение тянет на желтую карточку. Будет желтый квадратик у судьи? Нет. Нет желтой карточки. Ну, что ж. Без желтой тоже можно играть. Мыться. Порфириану. Контр-атака гостей. Здорово Порфириану сыграл. Не дал этой контр-атаке развиться. С мячом саксом. Мыться. Морарь. Кауныш. Арнаут. Порфириану. Пас на Сергея Истрати. Что ж. Забьет ли сегодня Истрати? Посмотрим. Удар. Мимо. Мимо ворот. Мимо гола. Мимо денег. Мимо всего. Сергей Истрати. Уже который матч? Второй. Если быть. Поточнее не может забить. Но он умеет это. Он прекрасно умеет. Он ассистирует. Он здорово играет в пас. Он отдал сегодня несколько голевых передач. Но забить не получается. Томашков. Асс. Атака вратаря. Считает судья. Атака вратаря. Считает судья. Жасан. Как бы не забивает. Он. Отправил мяч в ворота. Но этот мяч не может быть защит. Вратарь. Который уже как бы фиксировал этот мяч. Потом упал. И очередная замена у Саксона. Иван Янчогла выйдет вместо. Наверное вместо Сергея Истрати. Это еще один нападающий. Молодой нападающий. Ему всего лишь 17 лет. Нападающий юношеской команды Саксон. Саксон Under 18. До 18 лет. Черных. Чемский. Чемский. Робу. Порфиряну. Марарь. Марарь. Алексей Жасан. Порфиряну. Цугутский. Марарь. Нарушение. Замена. Есть замена. Сергей Истрати, наверное, все-таки выйдет с поля. Да, Сергей Истрати. Сергей Истрати здорово сыграл сегодня. Не получил. Единственное, что не получилось сегодня у Сергея Истрати, это забить гол. Но он сделал очень много работы сегодня. Болельщики ему благодарны. Я думаю, телезрители тоже. Да вообще, я благодарен ему. Отлично сыграл Истрати. И его заменит Иван Янчогло. Номер 20. 17-летний нападающий юношеской командой, который уже вторую игру призывается в основную команду и вторую игру выходит на поле. А к основному времени матча добавлено всего лишь две минуты. Две минуты осталось наслаждаться этим здоровским, красивым, классным футболом. Через две минуты он закончится, к сожалению. К сожалению для одних, радости для других, ибо 4-1 это много. Чемский, Чемский. Граб. Угловой будет у ворот Сорок. На последних минутах матч. Здорово сыграл Робу в подкате, но мяч все равно остался у Локомотива. Робу, Порфиряну. Прессингуют игроки Саксона гостей. И Орлов вынужден вернуть мяч Виталию Денту. Орлов. Вновь вратарю. Прессингует вратаря. Была игра рукой у вратаря вне штрафной зоны. Это действительно так? Тянчогла. Угловой. Да, Виталий Денту плохо проводит концовку матча. Можно забивать и пятый. Есть возможность, но рано говорить об этом. Томашков на мячах. Вводит мяч в игру Эдуард. Томашков, удар! Нарушение было, считает судья. Ну и там травма. Игра потихонечку подходит к своему завершению. Сегодня Саксон разгромил соперника. Будучи на голову сильнее Бельского Локомотива. Счет 4-1. Первыми открыли счет гости. То был Дарин Паскару на 26-й минуте. Ну а дальше у Саксона в прямом смысле поперло. Андрей Порфиряну забил на 39-й. Далее после перерыва Цугутский на 53-й. Потом опять Порфиряну на 73-й. И в конце Эдуард Томашков на 83-й минуте. Добил Локомотив. Финальный свисток. 4-1. Болельщики в восторге от этой победы. Я говорю всем телезрителям спасибо. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Спасибо, что не остаетесь равнодушными. Футбольный клуб Саксон сегодня был сильнее. С вами был ваш комментатор Николай Кадын. До новых встреч. Через неделю, в этот же день, в это же время. Саксон играет свой очередной матч. На сей раз против Кирсовского маяка. Благодарят болельщики свою команду. Вот ради этого и стоит играть в футбол, ребята. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok